всем привет дорогие друзья накануне 14 февраля знаете я подумал что давно не было рубрики что в конверте это надо исправить я подготовил жене конверт что в конверте кладем в бардачу для тех кто не в курсе эту рубрику я придумал чтобы радовать мою жену при этом самый первый выпуск было на что она потратить 500 гривен затем сумма удвоилась тысяча потом 2000 4000 кто не видел эти видео вы имеете прекрасную возможность их посмотреть по ссылочке в описании и сейчас мы подошли к тому рубежу где в конверте уже 8000 гривен интересно как она отреагирует получится ли ее удивить я думаю получится потому что 14 февраля вот-вот уже скоро но еще не сегодня то есть это вроде как и не подарок на 14 февраля вроде просто обычный подарок я думаю она очень обрадуется я думаю будет очень любопытно узнать что же она купит за эту сумму в прошлый раз когда было 4000 гривен мы были как раз в италии там она очень грамотно распорядилась этими деньгами и вообще четко потратила все под ноль да еще одно эти деньги она должна потратить исключительно на себя то есть никаких семейных бюджетов никаких там мужу ребенку хотя она на свое усмотрение может эти деньги подарить отдать потратить на кого-то из близких это ее решение но все же главная концепция чтобы на эту сумму тратила исключительно на себя и вот знаете что интересно я для себя решил что сумма будет каждый раз удваиваться и это будет еще свидетельством моих заработков личных в моих же тоже интересах зарабатывать больше ябка на улице на улице жабка жабка на улице что в бардачке что в бардачке рубрика что в конверте таки да снова давно мы это не снимали на самом деле учитывая что у нас ветки я думаю мы будем снимать это не одним днем до условия все те же шесть семь восемь тысяч гривен это можно что-то очень все красиво интересно что это будет интересно даже не знаю что это будет кредит закрыть некое это не считается на кредит и никаких кредитозакрытий не но ты можешь инвестировать можешь купить крипту вот это твое решение ты можешь инвестировать можешь платье купить в то есть ты распоряжаешься все равно ну как там говорят 10 процентов от заработка можно инвестировать 10 процентов я точно сразу инвестирую куда либо отложу себе свою копилку либо можно купить монетку кстати да мы оле открывали тоже портфель но мы вложили в эфир то помнит я уже снимал об этом я говорил об этом в прошлых видео но мы сразу почти прошло там месяц а так получилось интересно крипта упала потом снова поднялась и мы вот на ну продали и вернули олен портфель по сути и несколько монет там оставили на рост то есть оля забрала свое и несколько монет осталось расти и сейчас она кстати вот ну положит денежку инвестирует с этой суммы монеты с перспективами роста значит на перспективу сразу на пару лет ты забыла сразу сходу траты неизбежно ногти то хочется она снова думает она опять думает ну что будешь покупать магазин пойти посмотреть что там есть ну ты что-то хочешь ну просто вот так если без похода в магазин я себе хотела одни кроссовки теплые массе у дути но пока ждала что скидка будет то размеры 40 только остались сумки и рюкзаки мне уже не нужны может быть что-то из косметики но скорее обувь или одежда как а еще бы я взяла себе я бы хотел абонемент спортзал но я туда просто и пока не дойду уже куда больше вариантов чем когда было 500 гривен или тысяча есть когда разогнаться я себе хотела новый блендер более скоростной точнее более мощный чашу блендер это вся сумма наверное тысяча три это знаешь такой бытовой для тебя чтобы тебе хотелось то и надо покупать суши так суши мы знаем где и врать дайте мне суши на тысяч с собой на все в этом уезд в период после беременности он такое кормление малыша ну просто такая сумма уже не маленькая но еще и небольшая и она купить можно много пойдешь в торговый центр там быстро не улетят вопрос в том нужно ли то что ты себе купишь да там втором центре то есть тоже пойти посмотреть там всегда можно что-то найти следующий раз по 16 у нас же на удвоение идет представляешь сразу все будут список писать постепенно хитрюга просто когда это будет конечно будем стараться скоро 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 а там это миллиона долларов уже рукой подать там вообще все просто будет ну посмотрим даже миллион гривен если считаем их тратить он едет миллион кстати я же недавно выиграл бмв смотрели это видео посмотрите по ссылочке в описании вот такая вот машина знаешь что мне нужно мне не хватит если ты мне не подарил наушники новый год я бы скорее всего их сама решила купить на эти деньги но поскольку эта модель не такая удобная как предыдущая то можно купить один наушник с предыдущей модели он рабочий он работает только на входящий звук а говорить по нему я не могу то есть если мне нужно что-то послушать он без проблем работает а вот эти вот новые наушники которые олечки на новый год подарил они шире и чуть не удобно больших великовата они выскакивают и отсоединяются часто то есть они когда плотно прилегают то срабатывают и начинают работать а из-за того что они такие крупные у меня ушки маленькие они наверно больше для мужчины подойдут или у кого большие уши то они я говорю а потом опа отсоединилась переключилась на телефон ни с того ни с сего поэтому не всегда удобно приходится поддерживать вот эти вот маленькие самые идеальные для моих ушек хорошие просто чай вроде работает одно время он глючил чуть-чуть но сейчас вроде нормально где-то 2 100 и 500 где-то так холя хитро уже и поступает если в прошлые наши выпуске долго долго думала мы долго долго где-то ходили сейчас уже список все раз и траты четко фиксируют все это чин-чин только сниматься будет денежка но еще подумать подумать у тебя есть время если мне заехать в торговый центр там все быстренько решится ну то всегда уличка это грамотно тратит все классно и четко под расчет я просто не люблю лишнее покупать бесполезные вещи какие-то если куплю какую-то из одежды что-то я не нагребаю себе кучу но дешевое я предпочитаю точно взять все что-то одно но красивое качественно напишите в комментариях а как вы покупаете себе одежду ну что первые траты первые траты покажи ногти но такая красота сколько стоит 400 400 гривен минус не осталось 7 600 ты не придумал что еще за наушником не поедем сейчас времени я думаю может я что-то может как всегда можно я реально пока обхожусь наушниками которые есть тем более у меня теперь две пары три хороших рабочих наушников ладно увидим такие себе хотела кроссы зимние не на меху именно как кроссовки сделаны говорят очень теплые они стоили 100 евро сейчас 80 но 40 и 41 можно конечно поставить может кто-то из байра выкупил может быть выгодно прикольная да да хорошенький ну надо ждать труда когда сезон закончился не появится уже если вы куплю уже вечереет и не поверите куда мы идем мы идем в интертоп более захотела себе присмотреть чубитки посмотрим что она выберет хочу такую панаду чудеса тут но идем что-то спортивное работа работа идеально под мою куртку 1092 гривен и размеры или чуть-чуть тепленькие не знаю это размер у нас ну вот прикольно в мире ну вот тебе идет ли такие подкуртку реально понимаете сходу пришла в интертоп даже не ходила раз мне уже выносят что на сайте это берем до розовый списываем из общая сумма какая остановка ушен плаза что-то тут думаешь найти а как то здесь в интимиссии за я покупала на 500 гривен себе труселя идем дальше идем дальше сваровский да ты прошлый раз тоже сюда заходил 500 гривен сейчас уже сумма побольше поэтому мы идем в ювелирку но еще не настолько большая чтобы покупать там какие-то с брюликами и цацки но мы над этим будем работать сейчас посмотрим что почем вот наше любимое место одно из до нашей любимой точки нету теперь до идем по другим точкам сплак спрашивать вот так всегда построен сначала идем по место которое мы знаем потом уже все снова либо нету либо шайбы либо в красном золоте поля думает кюс сможет нам помочь серебре но как вариант на серебруте хватит шарики с камышком хочется может пусть зарастает тоже выход жаря стресс сердце только такой вариант до белом сердце и камень единственный вариант нашла более-менее и по цене хорошими даже еще останется но торопиться наверное не будет я может еще что-то присмотрю да вдруг я куплю пирсинг который мне идеально нравится и пропустишь что-то еще да на в каждом видео это говорит что вдруг я пропущу что нибудь классно не хватит денег чешу если что-то найду на что мне не будет хватать я кроссовки могу сдать а золото не могу сдать вот так вот может тебе то великий свитерок чешу и кофты ну я кусь за этим я бы поехала в ривермолд может мы тогда поедем в ривермолд настюха давно просилась папашон а там как вы знаете рядом папашон можно с полиной мамой настюш туда делегировать а самим с малышкой с коляской поехать по магазинам на то она не хочет тратить на это не хочет все оставляет на потом интригу держит интригу в интимисе просто если к ним еще кофта подходящая может что-то и купи себе в интимисе сейчас там скидки такие штаны 800 гривен стоит да такая была фиолетовая тоже ничего тогда мне больше газ персиковая прикольно смотрится скидка почти 5 вернулись мы домой заварили чай щеки сейчас будем покупать криптовалюту делать мы это будем на бирже binance где собственно и у меня счет и у жены счет кто не знает что это за биржа посмотрите мои несколько видео крипте если вкратце это самая одна из ведущих бирж по крипте в мире и через нее проходят триллионы долларов в день оборот я лично но и воли мы сделали аккаунт именно на ней по ссылочке в описании оставляю ссылку на биржу битанс это реферальная ссылка если вы по ней зарегистрируетесь вы получите от меня еще пять процентов экономии на комиссии это классно если вы просто зарегистрировались на битансе вы такого не получите крипту мы положим 25 долларов это примерно будет 800 гривен и мы на эту сумму сможем купить одну монетку меня два варианта либо серви либо нир нир это разработчик один из украинцев можем поддержать отечественного производителя а можем купить чего-нибудь другое но сейчас определить это и там монетка очень хорошие давай тогда которая дешевле будет чтобы купить больший объем что нир он стоит в районе 10 долларов а серви где-то по полтора то есть но наверное сервии и теперь мы будем покупать для того чтобы купить просто купить криптовалюту чем мы будем покупать есть дети типа доллар курс 2798 и это будет в гривнах мы через монобанк 709 нет меньше значит мы можем больше купить давай 27 28 28 через монобанк 796 давайте через монобанк я первый раз только на комиссию денег совершите платеж окей далее вот вот номер вы копируете этот номер скопировано с монобанка отправляй вставляй отправляй так все для искренне переходи в чат оплачено я перевел подтвердить оплату подтвердить оплату окей напиши вот скрин оплатила мы ему 796 60 а он нам 28 долларов должен прислать и из детей все финанс подтвердил он переслал активы теперь что мы делаем для того чтобы купить монетку конвертировать наши из детей длительный просмотра за эти деньги мы получим 7 монеток 791 пускай конвертировать блин конвертируется все 7 и 9 монеток ну вот эту скринь и теперь мы эти монетки отправим стейкинг и они нам будут приносить еще монетки год но это нужно с компьютера сделать сейчас мы это сделаем крошка макбук очень интересно да я его поверил кто не видел это видео ссылочка в описании давай включая бинас мы сейчас отсюда зайдем в компьютер смотрим нашу монетку сервиза сколько ее можно застейкать куда 251 процентов 15 дней давай 251 годовых на 15 дней выйдет она 26 на 2 все серви мы застейкали и забыли благополучно а дальше остались прихожу и значит домой а оля говорит что она что-то заказал деньги трачу пока тебя нет замечательно все это я думал что это грандиозно нет пока нет более грандиозно я хочу пойти в торговый центр но нету размера и может еще повезет может появится конечно может быть такое что коллекция уже ушла и не будет больше размеров но я немножко подожду иногда бывает такое что размера вроде нет они припрятали пока скидка есть пользуясь случаем хотим порекомендовать вам фильм аферисты с тиндером закончили его смотреть хорошенький фильм можете смело его смотреть что олечка заказала она все пришло а вот что ты заказываешь я понял вкусняшки о рассказывать и все окей круто а ну расскажи чем она особенно хотя бы бесплатно без сульфатный должен быть хорошие отзывы о нем я присмотрел хотел попробовать тебе скучно заценил волосы еще не полностью высохли на первый взгляд очень такими кстати я потом почитал этот общеукраинский производитель ухты делается не зала я просто купилась на рекламу в инстаграм но порылась не нашла нигде ни у кого больше такие такие шампуни не поняла что это видимо какой-то свой папа смотри это мама мама смотри папа постоянно путают папа ой мама мама смотри ой как ты прыгаешь классно на ноге в общем прикольно посмотрим еще когда полностью высоту наверное это водорожyle я боялась что может я стала стала жертвой рекламы мама смотри там много хороших отзывов как мы хотели мы приехали вырвер хур Travel тратить оля на деньги и поэтому мы сегодня в пустующем торговом центре ой Данастуха прошла в свой любимый папошо а мы что мы будем тратить деньги. Ты уже себе думала наперёд, что бы ты хотел? Это красиво. Какой кардиган, знаешь, как на улице, тёпленький. Прикольно, сколько стоит? 2400. Ну, слушай, прикольно, такой интересный. Я никогда такой не носила. Ну, слушай, ну, интересно очень. Не, серый так себе, а белый, он прикольно. Ну, не знаю, как там, может, не по тебе немного. Не, ну, под другую одежду. Не, а, ну, смотри. Под джинсом. Угу. Вот, Олечка идёт в этот магазин, Холли Хэндсон, потому что он её очень нравится. Всё есть. Извините, куртку? Да, там. Пользуюсь. Как у мамы. У мамы она реально такая тёплая. Угу. Такая, если кому-то нужна супер тёплая куртка. Угу. Я её успела беременной поносить чуть-чуть. Вот так вот покупаем Оле, а ботинки присмотрели мне. Смотрите. Такие крутые ботиночки зимние. А следующую зиму я свои, наверное, выброшу просто. И цена у них очень хорошая. 2800 гривен. Вот, типа 2899 гривен. Типа старая цена 5800. Хорошо. Хорошая цена, поэтому возьмём. Уро. Да. Купили. А эти выкинем, да? Цветочек. Нашли в серебре такую цветочку. Цветочками. Ну, городировано, поэтому, в принципе, будет выглядеть так. Ну, хочешь возьмём? У меня не принципиально, чтобы там было золото. Угу. А может, как-то в белом. Ну, прикольно смотрится, конечно. Ну, да. Окей. И удобно. Святыня, святынь у Массима Дутти, да? Столько мы вещей здесь понакупали. Ну, качество, что поделать? Качество во всем. Ха! Прикольно? Угу. Очень под джинсы, мне кажется, тоже. Угу. Такой, да? Крутая. Какие-то нету. Две шестьсот девяносто. Но у меня есть на это деньги, чтобы понять. Ну, ты что? Это тот случай, когда себе можно не жать ещё. Цена не имеет значения, да. Эс. Я иду мерить. Ну, давай. Зая, что-то ещё взял. Плотненькая, ну, очень ткань прикольная. Угу. Это эс. Сколько стоит? 599. Угу. Угу. Бывает 1450. Вот такая милая пасовая мишечка. Угу. А, ну, тут у меня просто маленькая. Ну, такая, немножко консервативная. Ну, у меня есть бежевая подобная. Угу. Она просто мне понравилась, ну, потому что вот качество ткани болтянное. Угу. Ну, такой навязаный поток. А так я себе недавно бежевую подобную купила. Угу. Классные бантики. Вообще, сзади круто. Смотришь. Не, прикольно, бантики офигенные. Угу. Прикольно. Угу. Прикольно. Угу. Угу. Интересно очень. Очень милая, очень хорошая. Мне нравится. Берем? Да, берем. Хе-хе-хе. Сколько стоит? Еще раз. 2600. Вот там. Вот там. 2690. Все. Берем. Классная вещь, на самом деле. Теперь осталось после рота влезть в свои джинсы новые. Ну, что? Ведешь. У тебя карта? Да, я же на карту положила. Еще и на банк. В итоге еще и заработаю какие-то копеечки. Две гривны, может быть, да? Да. О, кстати, вот видите, как она распорядилась деньгами? Она типа сняла, положила на карту и положила на банку, чтобы не давали еще там какие-то пару гривен. Что я заглючил? 20 гривен? Еще и кэшбэк получил? Угу. Спасибо. Что? Я просто... У меня была не выбрана одежда, а я поняла, что если не пользуюсь... А, ты выбрала одежду типа еще? Да. И еще 1,75%. Так что уволи еще? 1%, а, на 20 гривен больше теперь? Да. То есть это 5025 было. Ушло на кэшбэк, оно хоть. А, ну да, ладно, еще налоги, вот это вот поэтому. Ладно, не будем их считать. Просто тебе приятный бонус. Смотрите, как удобно с коляской. Сложил покупки в багажник и все. Класс. У меня пока хватило. Да. Еще у Олечки осталось 2,300 с чем-то гривен. Ой, еще Олечка домашние штаны присмотрела. И такую вот корточку. Прикольная тоже. Интересная. Вообще цена шара. 2,99. И штаны еще 499. В тот момент, когда я клюнула на сердечке, но они оказались какие-то короткие, широкие. Я даже не меряю. Ну и кофта, соответственно, тоже мне нужна. Думаю, на что еще потратить деньги. Понимаю, все, что я бы купила, она все дороже. У тебя как епит рынка. Можно эту сумму только, а свои добавить типа нельзя. Нет, только эту сумму. Вроде сумма не маленькая, а так, чтобы чего-то прям сильно потеряли. В самом первом выпуске остаток пустили на корм котика. Не, ну там 10 гривен или 20. Да, это уже типа оставалось. Ну куда, такая маленькая сумма, куда я. Во втором выпуске чуть на благотворительность Олечка, там остаток какой-то отправила. Я так довольно кохтой, что мне уже ничего не хочется. Да, ну здрасте, еще 2-300 гривен, нужно куда угодно потратить. На самом деле наушник, я могу все-таки в крайнем случае еще взять. Наушник, да, еще актуален. Или купочек за 400 гривен. Ну он у меня этот цветочек, знаешь, у меня был. Ну так, подумай, Толя, еще. Сейчас пойдем перекусим. Я взял себе вареники очень очень вкусные. Это резиновые. Не, не резиновые, пластмассовые. В общем, нелегкая задача потратить деньги, оказывается. Когда их вроде и немало, но... Вот это поворот! Как это нелегкая задача потратить деньги? Просто на самом деле то, что Саша делает с конвертом, это очень крутая тренировка, наверное, сознание изобилия. Потому что мозг мне настроен на то, чтобы купить что-то полезное, практичное. У меня сразу мысли так, я бы лучше купила что-то для дома. Купила ребенку, погасила кредитку. А реально задача себе что-то. И приходится перестраивать как-то, себя ломать даже в какой-то степени в лучшую сторону, чтобы потратить на себя и чтобы, задумываясь, купить ту вещь, которую ты, наверное, в обычных условиях бы себе пожадничал. А у меня есть такая черта характера, для себя немножко жадничаю. Мне не жалко ему купить и ей купить. Настя, тихонько. А тебе жалко. Тихонько. Мам, купите мне аппаратик. Аппаратик какой аппаратик? Какой тебе аппаратик? Детский танк. Фотоаппарат? Да. Хочешь сама фотографировать? Да. Шестьсот девяносто пять. Вот ей бы, вот сейчас я запросто взяла и купила. Угу, но нельзя. Настюш, у тебя есть свои денежки, мы приедем, ты свои денежки можешь потратить на фотоаппаратик. Ну так что, ты себе что-то покупала? Да. Сколько стоит? Триста гривен. Настя. Отлично. Минус триста. Я не знаю, либо под джинсовые шорты можно, или на пляж куда-то, просто под купальник. Можно дома носить. Ну блин, за такие деньги я не могла ее не купить. Она очень классная на ощупь. Стоила тысячу триста. Типа так? Ну, может быть. Может быть. Даже не понял мою покупку совсем. Ну такое интересное. Ее можно накупать. Угу. Не, такая рубашечка прикольная. Просто дома. Для домашней одежды, знаешь, за тысячу двести непонятную комнату. Не, это да, это прикольная цена. Или за триста гривен. Триста рубля я вообще огонь. Здесь. Потому что там такие в Массимо кофточки были. Угу. Ну совсем. Даже за скидкой там тысячу. Но это такая... Прикольно очень тебе. Совсем некрасивая. Вот именно классно. Угу. И пошла. Ну что, ребят. Очередной заход. На этот раз мы в Гулливере. Посмотрим, что здесь есть. Прикольно, Валечка. У Массимо Дутику делал такую корточку. Это свитерок больше. Такой же пусть. Так это лето. Ты не сам сказал. Весна, это зима. Прикольно. Не, так я говорю по мере. Сто процентный катон. Теплый. А это именно теплый. Да, именно теплый. По джинсу тоже классно. Вот еще теплее. Да вообще. Бабушкин свитер. Ой, аж противный. На ощупь. Прикольно очень. Очень красиво. Ну что, очень красиво тоже. В тонкой готочке еще свитерочек. Очень нежно. Не знаю, смотри. Он мне напоминает. У меня такого качества был свитер из Наф Наф. Я помню, еще так дорого его тогда купила. Он реально очень долго служил. Вот такой же точно на ощупь. Он тоже стопроцентный хлопок. Реально, если его купить, он на годы будет. Еще один вариант пижамы. Такое свечение шикарное. Ну, какое есть. Ну, это не пижамы, а домашний костюм реально. Вот хороший, мне нравится. Спать в таком, ну, как бы, когда такая высокая зима. Нет. Ну, домашний костюмчик прикольный. Раз в 2000 гривен. Классно. Вот такой вот котик. Котик пушистый. Эта пижамка из новой коллекции попросили отложить на 2 часа. Если ничего не увидим в поле подходящего, заедем и заберем. Покидаем мы Гулливер, направляемся в Уошен-Плазу, потому что зайка захотела все-таки обратить свой взор на лосины, чтобы, так сказать, дополнить образ. Мы уже здесь и направляемся в какой магазин? В Кальцидоне. Вот и она, в Кальцидоне. Ну, такие оттягивающие. Ага. Ты у тебя выходит, что пешкирует или нет? Ну, про Польшу вот или что-то такое. Уху. 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 Это что, фигентная? Да. Одну пижаму за 2,000 рублей. Ну, не пижаму, а домашний костюм. Разные вещи. Ну, реально неплохой, этот домашний костюм. Ну, Олечка думает, что на эту сумму может гораздо полезнее купить вещи в практичном блоке. И дешевле, просто в интернете. как ты вроде по получше она повернись хорошо сидит лучше чем тишина за счет кармашка нехорошо хорошо тебе не у тебя еще штука остается смотри сама я тут не тебе не совет когда уже мало средств которые надо успеть потратить уже думаешь у вас есть в комментариях шанс написать возьмем мы их или нет еще куда мы думаем потом вы посмотрите угадали вы или нет красиво смотрится реально не брать просто забыть понятие простите забыть и это правильный выбор это правильный выбор я тоже думаю что нужно взять я просто тебе не являлся мнение я думаю лучше это взять костюмчик никуда от нас не денется тем более это была новая коллекция мы за ней всегда успеем вернуться есть еще что-то подъехать может я не правильно считаю может ты же что потратила так прошло много времени и у меня же 1000 гривен есть поэтому я заказала себе крем пришла вот такой вот крем это сисий крем с тональным эффектом и солнцезащитным фактором стоит он 635 гривен и у меня еще осталось ну а на остаток средств оля купила еще два крема для лица